Минское метро Транспортную проблему юго-запада столицы В 2014-м добавится Малиновка и еще мыслица В дальнейших планах строителей третьей линии Она свяжет Зеленый Лук и Курасовщину Строительство Минского метро началось 35 лет назад Наша подземка это 30 километров И совсем скоро уже 28 станций на двух ветках И новые станции Минского метрополитена Обещают решить транспортную проблему юго-запада столицы Сроки открытия Грушевки, Михалова и Петровщины Переносились неоднократно и по традиции Социально значимый объект белорусы получат к празднику Новые станции примут пассажиров уже сегодня В канун дня Октябрьской революции Строительство Минской линии началось 35 лет назад И продолжалось 7 лет Летопись столичной подземки создал фотограф Петр Кострома На пленке он запечатлел практически все От первой сваи до первого рейса На снимки заглянула Наталья Тарасюк Петр Кострома ведет фотолеты письменского метро С самых первых дней строительства Говорит, что почитать количество сделанных снимков очень сложно Их не меньше миллиона Самые первые фотографии столичной подземки Кострома сделал, когда посмотреть на стройку Приехал Петр Машеров При посещении Машерова я отснял это все в тоннеле Когда он посетил, когда все, тоже один был фотографом никого И когда сделал снимки и отдали Машерову это лично То он заинтересовался, а что за парень, откуда он такой И что так хорошо снимки сделали На уникальных фотографиях Костромы Первая свая Минского метро строящейся тоннели и будущая станции Именно эти снимки и спасли однажды столичную подземку от закрытия Пошли слухи, что надо законсервировать Минское метро Из-за того, что денег, тут Олимпиада в 80-е годы Сделали снимки и в срочном порядке Совет министра и горы с полком отвезли в Москву Министерство транспортного строительства, Мин, Госплан Там посмотрели, что снимки действительно впечатляют, что нельзя останавливать На создание первой линии метро из восьми станций ушло семь лет При строительстве были обнаружены весьма необычные находки Остатки еще довоенного моста и подземный колодец глубиной почти 30 метров Посмотреть уникальные снимки и узнать всю историю Минской подземки Сможет любой желающий В музее истории города Минска сегодня открывается выставка Петра Костромы Посвященная столичному метро Пять экспозиционных залов, более сотни фотографий Здесь собрана вся летопись Минской подземки В этом году метро исполнилось 35 лет Сейчас столичная подземка, это две линии и уже совсем скоро 28 станций Наталья Тарасюк, Денис Соколовский, Юрий Сахадзе, агентство теленово Сегодня на карте Минска появились еще три станции метрополитена В торжественной церемонии открытия принял участие президент Александр Лукашенко Новый участок длиной в пять с лишним километров протянулся по московской линии метро Станции Институт культуры Ожидается, что ею будут пользоваться около 723 тысяч человек в сутки Главе государства доложили о развитии Минского метрополитена И обеспечении безопасности его объектов Реконструкции проспекта Держинского Развитие внутригородских железнодорожных перевозок Кроме того, президента проинформировали о заинтересованности Москвы В привлечении белорусских специалистов для возведения своего метро Глава государства инициативу одобрил Я в курсе дела по поводу строительства Москвы И туда надо не колеблес входить Потому что там на порядок цены Или даже на два порядка выше, как вы сказали, чем здесь Это хороший экспорт услуг Но и самое главное, это позволит нам при сокращении метростроевцев здесь Объемы работ сохранить метрострой Он нам пригодится Мало ли еще что случится Нам, может быть, придется увеличивать эти объемы Поэтому метрострой должен не просто сохраниться Он должен постоянно расти И за счет экспортных услуг в том числе Это хорошие деньги и для метростроевцев в этой стране Перерезав красную ленточку, Александр Лукашенко открыл Петровщину И отправился по новому участку метро, осмотрев каждую из трех станций В завершении глава государства пообщался с журналистами В частности, была затронута тема двойных стандартов Работе ОБСЕ и отношений ряда стран, в том числе США, к деятельности этой организации В ОБСЕ были заинтересованы Запад и Америка тогда, когда им противостоял мощный Советский Союз Сегодня им эта организация не нужна, а нам в силу того, что она не выполняет своих функций, она тоже сто лет не нужна Это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ сегодня никакой безопасностью не занимается Сотрудничество у них нацелено на раздрай, на разлад Прямо противоположно Какое же это сотрудничество, если накануне выборов в Белоруссии они приехали уже с готовым докладом Который они потом озвучили Точно так было с Украиной До этого уже были готовы заготовки, эти болванки, как их называют ОБСЕ готово было их озвучить И она озвучила Они пытаются нарезать нам свои стандарты И даже не свои, а стандарты не существующие Они полностью политизированы Почему я так говорю? Вы правильно сказали, возьмите Америку Они же позиционируют себя действительно как оплот демократии Это что такое? Приезжают международные наблюдатели Им говорят, туда за пороги мы вас арестуем А если бы мы так поступили? Мы же и их приглашаем И американцы у нас наблюдателями являются Мы же их не арестовываем Мы им говорим, хорошо, вот вы располагаете здесь, вон столы Мы будем подсчитывать голоса Так они уже сегодня претендуют на то, чтобы подсчитывать голоса Они могли? Это уже двойные, тройные стандарты Мы этого не приемлем Александр Лукашенко также ответил на другие вопросы представителей СМИ Комментируя по просьбе журналистов свое отношение к дню Октябрьской революции Глава государства высказал уверенность, что в свое время было принято верное решение Сохранить праздник и лучшие традиции, связанные с ним Одна из них, в канун дня 7 ноября, открывать социально значимые объекты В этом году мероприятия, приуроченные к октябрьским праздникам, пройдут в каждом областном центре Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!